В русском десятки значений, как как русское слово «шаном», шаном, оно не просто мир, как отсутствие войны, а мир, полное наслаждение им, Богом, полное примирение в нем находившегося человека, и он в нас, находящийся. Пою благословения на всех вас, великий, дайте остальное, и все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наші ситання трошки неординарні але кожна людина вутро мусить розуміти явища і вординарні, і неординарні Я не знаю надих, як приступити до своєї Слово служения, поскольку мне попередили, что мы должны приехать из телебачения, брать интервью, то я тоже буду стискнуть. Слово служения, брать и сестры, на 14-му и 15-му, 16-го текста 5-го родственного Иоанна 10-го Матвія. Слово служения, поскольку субтитров, не может сковаться в городе, что стоит на вверху. И засветившись свечку, не ставь, как ей под посудину, а на свечник. Та и святить вона все, кто в хате. Так, нехай вся и свитло ваше перепитню, чтобы они бачили ваши добрые дела и прославляли властья вашего, что на ней. И помните, Божий план творил, и первым актом Божего творчого плану это было свят. И сказал Господь Бог, нехай остались святы, тогда, когда еще не было небесных святилов. Божий план, нехай остались святы, но нехай остались святы. Божий план, нехай остались святы. Божий план, нехай остался святы. Божий план, нехай остался святы. И от Викоподинга Едемии, Христос пришел для того, чтобы принести людям жизнь святая. Притом, это не физическое явище, это явище духовное, это явище, которое людям говорит не через уста, не через читание Божьего Слова, а через жизнь тех людей, которые, через спілкувание с Господом, сами становятся святыниками. Памятаем слова спасителя нашего Бога в 8 морозе Ивана Святого Иоанна. Хто последует за Мною, не будет перебувати в темряне, а будет мать в собі святого життя. Это означает, что христианин, натуральная христианка, это оригинальная особа, которая в себе, что только что брат Сергей говорил, которая не просто может говорить про солнечность, про светло, потому что мы как раз про светло говорили в минулих, но мы не вернулись в встрече, а которая сама становится черевом поряту, черевом життя, черевом победы, добра над злом, светлой и над темряной. И поэтому Христос закинчивает эту важную тему, «Нехай светло ваше так светло, чтобы люди, дивлячись, бачите ваши добрые дела, прославляли Господа». Выясняется, что, как в народе говорят, что слова навчают, а дела переконаны. И тут же в наступном разделе, в шестом, мы чувствуем очень тревожное и сумное застережение нашего спасителя. Но если светло, которое в тебе стало темряно, то как это темряно? Это означает, что это злочин. Это такий злочин, как бы кто-то, условно-мисник, загасил джерела светла на маяках, которые иногда за десятки километров мореплавцам дают поверьте, как пристать до порта, до пристани. Это означает, что происходит, как бы что-то зворотное, когда человек, сам из того, чтобы разогнать собой темряно, самая становится джерелом или изображением темряно. Послание 15-й посол пишет, не берите участие в безусловных действиях темряно, а выкривайте их. Это означает, что человек, которая наповнена Божьей присутствием, она становится, я бы сказал, парализирующей силой для окончательного гречного света. Это человек, при которой гречник должен быть скованный, должен быть парализованный. Когда он себя нагадал, когда их видели подружно-мисниками Льва Толстого, ясно, что он тоже много заблудился. Но самая его, сама его, ну, той выгод и те обчинения, которые он передавал этому ученому, то его дружина Ольга сказала, это такой человек, присутствием которого не только говорить плохо нельзя, но даже несли. Дорогие мои Господи, звичайно, что мы живем во время всеохопливающей темряно. Так написано в уроке Исаии, что темряно будет охопливаться землю и морок народа, а на тобой, Иерусалиме, светло. Это не тот физический Иерусалим, а европейский, который сегодня не вспыхает там змагания и кровь пролетят, а говорится только о той вишне Иерусалиме, который имеет мать всем нам, который и вишням, и гражданинами, и мешканцами которого есть Церква Христова. Звичайно, что про Христа Спаситель Иоанн говорит по первому разу Иоанна Святого Иоанна, что светло темряно светит и темряно его не сдолало, не охопило, не обняло. Это говорит, что ту самую истоту все перемагающее силы Божией праведности, Божией святости, передано Церкви, передано Последовником Христовым, в нём было Життя, и Життя было светлым людям. Звичайно, святки, все это походит. И в 14-м разе Иоанна Иоанна, Христос заявляет, «Ви уже чисті через слово, которое я вам говорил, «Али перебувайте в Мені, так, як галузка винограда не может плодоносить, когда не перебуває на винограденні, так и вы, если в Мені не перебуваете». И тогда говорится только в повных словах, которые в 15-м разе, «Якщо вы пребудете в Мені, и слова мои пребудут у вас, тоді просить, чого бажаете, и будьте вами Хрицят Небесного». Как стається в практичному житті людей? Христова Церква, яка пережила найбільше переслідування цих апостольских, для цих людей не було ніяких перешкод, чтобы это свитло можно было засидеть. Уявимо собі, что простым малопченим людям он поверювает и деть по целому свитту, и навчайте всі народы. Без жодних материальных засобов, без жодних договоров с этими народами, или правителями, когда они скерывают свои стопы. А сама природа их, это достаточно для того, чтобы вступивши на любую територию, любую культуру, любые национальные традиции, и детьми. Божественная природа сама по себе говорила. Свитло небесное. Вы помните случай на том острове, после великого корабля «Трощи», который знали весь экипаж и пассажиры корабля, куда направили Павла на суд до Нерона, до Рима, и ось распалили богаття, и все несут какой-то хорост, и Павло так же несет охоту хоросту, повисает в смея, повисает на его руках, и доземцы сразу скажут, что это правда, что это грешный человек, потому что боги врятовали его от морской стихии, а теперь ему принадлежатся умереть. Он струснул в огонь, и они сказали, что это он бог. Так же было, помню, с тем же Павлом и Варнавой, которого куземцы готовы были уже им на свои жертвы принести, как Бога, но все это говорит о том, что Божье светло, Божья присутствие в нас сохраняется только из единого джерела, который является Словом Божием, который является суть и спаситель, потому что он является Словом, на начале было Словом, Словом было Богом, и все, что случилось, ничего не случилось, только через него. Это говорит о том, что Божья человек, если она хочет быть победителем, и не победителем в этом мире, она должна вернуться, что это светло никогда не сгасло. она должна вернуться, не просто вернуться, она должна вшиться в Словом, она должна в Словом Словом. Это ежедневный хлеб. Это помните, когда Христос наносил этот хлеб, и Ивлея готовит его даже царем голосить. Он говорит, что вы меня шукаете, потому что надеялись хлеба, а не потому, что чувствовали это. Шукаете, потому что что с неба сходит, потому что я и хлеб в жизни. И кто споживали на этих хлеб, то никогда не будет голодным и не будет в реку веки. Но людство пошло в другую шляху, под фальшивными проведниками церковь, то есть этот народ, который был правильно започаткован, из него выкрали и убрали их в Словом Боже. Вели людей в реку, вели людей в традиции, людей по различным философским доктринам. И таким образом, эта Свята Родина Господня, которая называется Церква, стала тем суспільством, которое виск втратила свою Божественную насутность. И реформована евангельскую церковь, евангельскую церковь. уже апостольские часы. есть другая теория церковь 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 на с церковь надежной церковь церковь или все нет ил vaya и оно rito до раз и fals этот «Цу людину никто не обманет, если он даже их заявляет именем Господнего». Ниже от высшего дарования духовного. И очень яркий, такой прикольный пример, помните этот эпизод Филиппа, когда идут апостоли, и какая-то девушка следует за ними, и, кажется, пророкует, и свящает надзвичайную истину, в которой не можно было бы посумевать. Это служба Всевышнего Бога, которая свящает вам дорогу спасения. И только человек, которая никогда не выходила за межи святого Господнего, которая была светлосной, которая была светлой жизни в себе, понимаете, что это голос из демонических джерел. Написано, что он обурился, повернулся и просто его Господь заборонил. И Дух нечестный покинулся девушкам. За что, конечно, они поплатилися? Но чудесный супровидь, светлого Господнего на этом не зупинился. Вы знаете, но дальше эта история. Они побитые, в кайдане захованы, вкинутые в внутреннюю тельницу, а Божье светло продолжает свою великую, неповторную небесную працию, аж пока не спадали. Кайдане из их рук выкриваются тельничные твери. И поэтому святый апостол Петро заявляет в 2-м посланном 1-м посланном 1-м посланном 1-м посланном. Вы имеете наиболее пророче слово, братья и любые сестры. Помните ангел, который сопровождал Иоанна на Батнесе? И он был в таком захопленном, он был в таком расчуденном, что он впал и желал поклониться, но он говорит, что не кланяйся мне, не поклоняйся, потому что я не слуга твоих и братьев твоих. Потому что свидетельство Христове, свой Дух пророчий, потому что, братья и любые сестры, это короткая фраза, така, весь свет для этого света не может, не может, не может, место, в том числе, которое построено в Санкт-Петро, не может, не может святый в них покласти где-то под посудину, но оно должно перетвориться в такую мощную плыву по силу, что, когда в людстве есть не просто Богозабытие, есть жестокость, есть аморальность, есть знаменитие, ворогование, и особенно мы живем в тот момент, когда Слово Божие для численных так званых христиан взагалі стае поза их увагой. Люди живут іншими принципами, іншими вподобаниями. Жахливо падает моральность. Людина, яка благофея, ось на кого я споглянув, Господь Иисайя заявляю в останньому розділі, вы мне храмы будуете, вы хотите меня чем-то поблажать, а я живу на высотах небес, небо, это престол, земля, это под ниже ногами, який храмы меня будуете? Но ось на кого я споглянув, на того, в кого сердце розбито, и духу покоряний, и кто трепет перед Словом Моим.